Это человек, в храме которого я как бы прихожаем, этого храма. Вот этот человек, священномученик Александр Агафонников. Это город Подольское, село Ремешовное, окраина Подольское. Наш священномученик был расстрелян 14 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Но про него я сегодня не буду рассказывать. Но судьбам новомучеников они очень похожи на святых. И поэтому такая достаточно, грубо говоря, стандартная судьба. То есть он служил в Верке, потом попал в Подмосковье. И как всегда, за что-то нашли, за что приговорить. Но он остался верным и не предал своих христианских убеждений. Самое интересное, что там было три брата. Вот Агафонников и все трое расстреляли на Бутовском полигоне. Там с небольшой разницей в арене. Поэтому песня будет первая такая посвященная. В общем-то, всем нам и священномученикам тоже. Я дышу, я живой, кто закрыл меня в стенах. Заключил, кто под спут на задворках вселенной. Кто все окна закрыл, запер двери снаружи. Кто сказал, что Макдару никому здесь не нужен. Кто прошел сквозь меня, не найдя человека. Говоря о любви и скончании века. Кто так мягко стелил, лучше лил сладкий мелос. Говорил, победим вместе мы в Энсеремос. Кто меня называл другом и братом. А потом целовал, предавал быть распятым. Кто меня закопал с особым смереньем. Память стер обо мне на задворках вселенной. По переходам метро, Крутыми лестницами вверх. Пока свободен проход, пока не встал там никто. Пока дышит человек. И дышится легко, и небо высоко, И в книге облаков читаю я окна. Я бегу, как во сне, а шаги маленько повыкнут, Пролетают века, года, переулки И мелькают, сливаясь с событиями лица Города, деревушки, строенья столицы Снова слышится мне сквозь грохот салюта Звук расстрельной стрельбы будто-вобудто И прицельно глядит в спины вежливый кай Как всегда он готов перебросить свой камень Переменчивый в мире на билбордах рекламы Старый кич, новый фарс исторической драмы Пожиратели смерти, книжники и форисеи Строят нью земной рай на висках мозолея А я весь человек живою душою И здесь мой мокрокос не вмещаем толпою Разверзаются бездны, тьмы смертные неград Кто спасет нас от них на заборках вселенной? По переходам метро Крутыми лестницами вверх Пока свободен проход, пока не встал там никто Пока дышит человек И дышится легко, и небо высоко И в книге облако читаю я И дышится легко, и небо высоко И в книге облако читаю я И дышится легко, и небо высоко И дышится легко, и небо высоко И вообще ради чего стоит умирать Вот этим людям, которые оказались Вот в такой ситуации, в меньшинстве И гоним их Вот, потому что, ну, должна быть какая-то цель Вот, потому что если мы делаем какую-то работу Замечательную, ну, вот если мы забираемся в гору То надо понять зачем Вот, или мы не забираемся в гору И поэтому лично я пытаюсь вот именно путем творчества Хотя я понимаю, что многие относятся к творчеству, к песенам Как к чему-то такому вот мимо проходящему И малозначимому Подумаешь какие-то песенки Подумаешь какой-то пастернак Вот Но, на самом деле, мы можем наблюдать Вот эти явления того мира Который, в общем-то, наверное, являлся целью этих людей Раз они выбрали царство небесное, а не царство земное Вот, почти Наверное, вот эта цель, она для них была очень важна И вот эта красота, она была более притягательная Чем красота и все прелести нашего мира Подшива Вот Я хотел рассказать о человеке, который меня поразил Вот Самый близкий ко мне мученик Ну, просто территориально Зовут его Николай Васильевич Тахтуев Там есть фотография Вот Детсот третьего года рождения В общем-то, в сорок третьем году он погиб В сорок лет, в общем-то, достаточно молодой Вот Ну, вот Он по теме хотел зачитать некоторые моменты его жизни То есть он был Уже в двадцать втором году Развели в Сан Декона Ну, там у него разные всякие перипетии были В итоге вот он Был обвинен Первый раз в тридцать первом году Вот Вот То есть сейчас я тут читаю Давайте туда Там очень такое длинное житие Вот Вот Ну Сейчас я что-то сейчас Извините Потому что я хотел Уже вложили сотрудничество с НКВД Вот В обмен на то, что он будет Как бы давать показания какие-то Вот И он оказался Это вот То есть вот первый раз Это был тридцать первый год Вот И Ну, тогда он чудом избежал То есть его обвин Ну Приговорили к ссылке Трехгодичной Ну Так получилось Что он чудом ее сбежал Вот И в итоге В тридцать седьмом году В тридцать восьмом Он оказался Мытищик Ну, на ней это королев Поселок Полша Вот Вот И там Вот Ему В декабре тридцать с девятого года Мытищинском районе Было арестовано несколько человек Среди них был Вот один из прихожан Того храма Которым служил Отец Николай Вот Сейчас я зачитаю И вот То, что мне поразило Это вот письменные показания Николая Тахтуева Где как раз он говорит Вот О том О чем мы Я сильно говорил Товарищ начальник Я отказываюсь от подписки Ну то есть Он дал подписку Что он придет На следствие Товарищ начальник Я отказываюсь от подписки Давал лишь потому Чтобы не было возможности Встретить Пасху И проститься с семьей По моим религиозным убеждениям Пасхану Не могу быть предателем Даже злейшего Моего врага Вот Это первое показание Я не подчеркнул Я не подчеркнул Извините Сказать Сказать Он исчезает Нет Он никогда не исчезает Никуда не девается Мрет Мрет И слеет И потом воскреснет В лучшем виде Как зерно Врошенное в землю Мрет Воскреснет В лучшем виде Может быть я Во время чайпития Найду те места Которые я хотел прочитать Там как раз Проверности И про веру Но то, что этот человек Остался верен И верен И не предал свою веру Это не очевидно То есть он В итоге Ему предлагали Это сотрудничество Второй раз Но он отказался Имея семь Человек детей И в итоге Отправил его в лагерь И вот В коме АССР И в 43-м году он там погиб Николай Тартрид Существенно Вот И песня, которую Хочу успеть Она как раз Вот о том Ради чего Может быть и Неркалай Тахтуев И все остальные люди Которые Ну как бы для себя Нашли эту цель Вот она об этом Как пелье ангелов Пушистый снег Кружит и кажется Взлетает вверх Дома прохожие Под тонкой И скрытой Кисией На них похожие Лететь нам тоже Пыль Над цветом Поле Бескрайне Был Слепящим Белесной Хитом Небесной Ткани Северно-синий Мягкий Тон Над небом Голубым Есть город Золотой Сквозь все земные сны Над мирным Маяком Ведет нас Сон Завлет нас Сон Сон Счастье снег Летящий вверх Радость видеть Выход свет Ливней меркнущей звезды Счастье он и счастье ты Та, кто любит Та, кто ждет Кто простит И все поймет Счастье вонами припоя Лесом, болем и рекою Вдохновение Полет Счастье то, что не умрет Счастье нити мы вплетаем Тонкие кони рая Счастье нити мы вплетаем Тонкие кони рая Счастье нити мы вплетаем